Белорусско-китайское партнерство Новый накерунок развития рынка загородной нерухомости У пригорода Гомеля з'явится жилый комплекс таунхаусов А зараз об этим и иншим больше подробязно У этой хвилины проходит урочистая церемония открытия гомельской ТЦ-1 Реконструкция объекта распочалась у Кастрышнику 2015 года И была завершена все лето в липени Реализация проекта дозволит забеспечить бесперебойность И надейность теплозабеспечения у областных центров А так само отримать огульно-системный эффект экономии палева Сгодно заключенным контрактом с китайской машинобудовничей инжиниринговой корпорацией Была распроцована проектная документация Поставлена обсталявание и выконаны у весь комплекс будовнича монтажных и наладочных работ У вынеку реализации проекта на гомельской ТЦ-1 у сталявана газовая турбина Огульной могутностью 26 мегаватт Котел-утилизатор номинальной паропродукционности 40 тонн за годину И паровая турбина могутностью больше за 5 мегаватт Усе подробязности с церемонии открытия глядите в наших наступных выпусках новинов Сегодня у Гомеля проходит финальный галоконцерт масштабной областной акции «Моёй краине» Мероприемсты ладятся на пляцовце каля лядового палаца Нагадаем, акция была обвешана летость За гэтый час она побывала во всех районных центрах Гомельшины У каждом городе была своя программа Але задача во всех одна Притягнуть насельництво и упершую чаргу молодь до реализации корыстных справ Сегодня гомельшанам так само пропоновали целый шарах цикавых мероприемств Экологичная акция, спортивные спа-борнества и эстафеты Выставочные и интерактивные пляцовки Галоконцерт с уделом ведущих, выканавцов Гомельшины и многое иншее Подробязни об выниках масштабной громадянско-патриотичной акции «Моёй краине» Глядите в наших наступных выпусках новинов У Гомеля завершился республиканский форум «Скарына и наш час», Який проходил на базе Державного университета имя Франциска Скарыны Так, научная установа отцветковала 500 годзе беларусского книга-друкования За тем, как современные студенты друкуют текст Скарыны на дровляном станке, Назирала Ганна Каральчук Ведущие навыковцы адукационных центров Беларуси, России, Украины и Польши Приехали в Гобель, кабы меркавать пытания, связанные с житем и деятельностью беларусского першедрукара Однако, встреча за круглым столом – это только частка республиканского форума Для удельников подрехтовали насыщенную культурную программу Спектакль народного студентского театра по пьесе Ивана Штейнера «С покушение Скарыны» Выставы редких книг, а так само интерактивную историческую пляцовку Усюга это для того, каб лепш познайомяца с постатцю Франциска Скарыны И его укладом не только у книга друкаванья, а и у ход истории По кольке я ведаю, тут Хомельский университет организует систематично конференции Яки присвечены особе Франциска Скарыны Это связано напевно с тем, что он взялается патроном этого университета И это важно, потому что навыковцы публикуют по тем Розные материалы, артыклы, монографы, присвеченные Скарыня И это есть такая находа, каб сучасный молодой человек познайомился с этой постатцю И ближе я ее познал Клуб гисторичной реконструкции «Белый крыш» Расповел гостям про то, як у Скарыновские часы рыхтовали чернила И рабили паперу, а так само показали, як працует драуляный станок для друку Студенты сами напереда днезрабили аркуш паперы И отиснули на им один из текстов белорусского першедрукара После этого ректор университета урочисто открыл кабинет Скарыны Аудиторию, которой будут заниматься студенты филологического факультета Многие до сих пор недоумевают, почему именно Гомельский университет Носят имя Франциска Скарин Казалось бы, логичнее, чтобы это был университет в Полоцке Но об этом можно говорить или можно рассуждать Но причина состоит в том, что в нашем университете Многие годы работала лаборатория, которая изучала наследие Франциска Скарина Возглавлял ее когда-то профессор Аниченко И вот в нужное время, в нужном месте оказались наши гомельские ученые И они предложили присвоить имя Франциска Скарина нашему университету Республиканский форум Скарина и Наш Час протягнется до 21-го Кострычника Ганна Корольчук, Валерия Гопанько, телерадио-компания «Гомель» Активистов детящих и молодежных громадских объединений, органов школьного самокерования Юных журналистов Гомельщины собрал 8-й областный форум лидеры 21-го стагодия «Новый формат» Мероприемство проводится с метой поддержки новых инициатив Створение умов для включения энергичных и знаходливых школьников в громадскую деятельность Самых инициативных, активных и творческих подлетков Штоготь сбирая областный форум лидеров, детячих и молодежных громадских объединений У органов школьного самокерования «Лидер 21-го стагодия – Новый формат» Все это он проходил в рамках тыдня устойливого развития 2016-го Реализации державной программы, адукации и молодежная политика У делу в форуме приняли больше, как сотня подлетков из усих кутков Гомельской области И они обмерковали актуальные пытания, идеи и инициативы, накерованные на побудову устойливого и гармоничного громадства А так само наметили планы по их реализации, прозакции, мероприемства и шматлике Тековые проекты уже у своих районах Практика показывает, что проекты, которым был дан старт на форумах лидеров Они имеют свою жизнь и в частности вот проект, инициатива, которая начала реализацию на седьмом форуме лидеров Это областная эстафета акция «Голос молодых, мы хотим, чтобы нас слышали» Она получила свое продолжение В течение всего учебного года советы старшеклассников области встречались со своими сверстниками Был оформлен молодежный вестник с актуальными призывами к обществу, к молодежи И на выходе мы получили очень красивый молодежный календарь, который мы сегодня будем презентовать и вручать на форуме Под час урочистой частки отбылось ознагороджение переможцев областной эстафеты акций «Голос молодых, мы хотим, чтобы нас слышали» До речи, за годы проведения форума его удельниками было разгледжено немало серьезных тем, которые нашли свою реализацию Например, селета молодые лидеры с поспехом ожицевляли проект «Белорусский ренессанс» Накерованный на популяризацию нашей национальной культуры Это была работа по станциям В каждой станции имела свое название и свою идею Ребята, школьники 1-4 класс приходили к нам И каждая станция рассказывала свой вид деятельности Например, была такая станция, как «Белорусская мода» «Белорусская мода» рассказывала детям о белорусских национальных костюмах О новых предпочтениях, какие у нас известные модельеры и так далее Еще были станции, например, «Белорусские игры», где ребята приходили и играли с нашими ребятами-лидерами В различные национальные белорусские игры, пели национальные белорусские песни А также была такая станция под названием «Белорусские легенды», в которых ребята узнавали о замках, о каких-то их легендах и были заинтересованы в этом А гучить свои самые смелые инициативы у дельники 8-го областного форума лидеров смогли подчас дискуссии в тематичных секциях Одна из таких пляцовок объеднала юных журналистов Гомельщины У лику я и спикеров был наш коллега, автор и ведущий программ телерадиокампании Гомель Александр Гамоля И он рассказал подлеткам про особенности сучасной телекухни Ключевая увага была прикована до детячего адукационного проекта «Классный час», який на телеканале «Беларусь-4» выходит с уделом юных дарований нашего региона Школьники проявляют себе у написания текстов и подрыхтовцы репортажа, выступают у якости ведущих программы Почас тематичной дискуссии у дельники областного форума так само доведались, як реализовать свой творчий потенциал у сферы телеиндустрии Организаторы выполнены, что 8-й областный форум лидеров стал пляцовкой для нараджения и дальнейшей реализации новых молодежных инициатив А так само местом для эффективной коммуникации молодых людей с активной житевой позицией Бо проекты накерованные на корысть громадства, куды простее воссоблять у житте с уместными намаганиями Вероника Ворошилина, Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадиокампания Гомель По информации областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья На сегодняшний день на Гомельщине не зарегистровано ни одного выпадка захворывания на грипп Разом с тем, рыхтоваться, да и агония, обходно уже зараз За рекомендациями медиков и пропонуемым лековым ассортиментом ознайомился Олег Сенсеров Медики кажут, что вирус гриппа иснует на протягу всякого года Але выпадки захворывания на его весной летом и осенью вельми редкие По великим рахункам, ситуация начинает выкликать тревогу уже у Снежни Их захворываемости, звычайно, припадая на студень лютый Уже нескольких годов подбегнуть эпидемию, допомагают прищепки Як чекается до конца наступного месяца, их заробить 40% уже хоров в области Зараз, в этой дичь бакаля, 16% Возможно, циркуляция нового вида, мичиган, новый вид вируса гриппа И хочу сказать, что данный вид вируса гриппа вошел в состав вакцины И население, которое будет прививаться, оно будет защищено даже против этого нового вируса Сирот в острых респираторных инфекций доля гриппу, звычайно, складая коля 17% Небезпеченность этой хворобы в том, что при неправильном лечении Те увогули его отсутности, она может давать достатково тяжкое ускладнение У аптеках в области до початку сезона захворываемости готовое уже зараз Практично полова леков у аптеки белорусской вытворчиси При жадании можно набыть и замежный аналог, а ли он, звычайно, в два-три разы дорожей Для приклада, аналогичные по составу французский террафлю и белорусский арвиколт Первый каштоет 12 рублей 60 копеек, другие 6.10 В этом году у двух аптеках Гомеля начали реализацию пилотного проекта электронной чарги Идею переняли в банковской системе Каждый наведывальник отримывал властный талон с номером, по яким его выкликаются до конкретного продавца Это позволяет удалить каждому покупнику максимальную колькость часа Гарантуя анонимность и дает махчимость подбегнуть чергов Что особливо актуально подчас эпидемичных ситуаций При этом у предприемской фармации звертаючи увагу За почные два года по рекомендации Министерства охоты здоровья Створены списки больше 1300 леков, цены на которые не вздымаются Что-то с ассортиментом, то он так само не маленький Ежегодно на областном аптечном складе и в аптечной сети предприятия Создается неснижаемый запас лекарственных средств, применяемых для профилактики простудных заболеваний Это различные группы препаратов Ежедневно контролируется наличие лекарственных средств в аптеках предприятия И если вдруг какой-то подъем спроса, то предприятие размещает дополнительные заявки поставщикам И мы получаем дополнительные лекарственные средства Перебоев с лекарственными средствами не будет На Гомельчине отримавливает распаусюджение новое на керунок развития рынка загородной нерухомости У приватности уже в ближайший час у пригорода Гомеля з'явится жилий комплекс таунхаусов Подробности темы у Татьяны Болгавой Таунхаусы – новый этап развития рынка загородной нерухомости Беларуси Такие типы жилья, которые, получая сразу комфорт кватеры и коттеджа, довольно популярны в Европе Попыт на его есть и сирот наших покупников Поселок Юбилейный находится недалеко от Гомеля Вось на этой пляцовце, зараз управление капитального будовництва Гомельского района Узводит таунхаус на пять кватер По проекту тут запланованы еще два таких домы Новый современный вид строительства По заявке, опять-таки, людей, которые хотят иметь немножко больше, чем квартира И при доме имеется еще земля То есть этот таунхаус – это обыкновенный дом от пяти квартир Экскизы уже есть, сегодня уже коробка возводится, уже заканчивается Там квартира состоит два этажа Выходом на мансарду – это на третий этаж Возле дома будет три сотки земли Зеленая лужайка, там, мангал Территория дома будет ограждена Будет виде наблюдения дома И, опять-таки, по квартирное отопление Будет современный котел стоять Треба додать, что агульная площа квартиры у таунхаусе складая 138 квадратных метров А кошт одного квадрату у таким доме ненамного перевышая И аго кошт у звичайной квартиры у шмат поверховцы Первый таунхаус планует сдать в эксплуатацию в начале 2018 года Как означают специалисты, у Гомеля уже есть опыт будовництва таунхаусов Однако проект по взведению конкретно этого жилого комплекса Запазычанный айчинными будовниками у российских коллег Татьяна Болгова и Аугин Макеенко Телерадо и компания Гомель У Вежды Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава «Революция в истории человечества» На ее представлены уникальные выдания Засабистого фонда установы и отдела редкой книги Гомельской областной универсальной библиотеки Мя Ленина Экспозиция презентована в рамках масштабного проекта, присвеченного ста годзю Кострышницкой революции Межтым, история человечества, ведая немало и инших, не меньше значных для лесов народа в свету, революционных узрушений Ниндерландская революция 16-го ста годзя, Английская 17-го, Великая Французская революция Менавито тому на выставе можно сустреть редкие працы ведомых деятшев, які вершили гэтая падзей, альбо были непосредными светками Так само в экспозиции проставлены шерох доследований, присвеченных революциям, які отбылися у розных краинах у розной эпохи Выставу складають больше як 150 твору, большая частка зых – соправдные жамшужины книжного мастерства, миниатюрные выдания Представлено на выставке более 150 произведений, из них большую часть составляют как раз миниатюрные книги То есть помимо интересного исторического содержания, они еще и представляют собой шедевр оформления книги Это маленькие книжечки с удивительными иллюстрациями, крошечным шрифтом, суперобложками в маленьких коробах В общем, здесь есть на что посмотреть, даже если вас не интересует эволюционная тематика, но интересует просто красота книги как предметы искусства Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен, всего доброго и до встречи в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!